Берлин обвинил Москву в подготовке диверсий на военных базах в Германии. Обвинение озвучила глава немецкого МВД Нэнси Фезер после того, как в Баварии двух человек задержали по делу о шпионаже в пользу России. О новом, а возможно и качественно новом витке эскалации Андрей Ромашков. Задержанные в Баварии мужчины идентифицированы властями Германии как Дитер С. и Александр Дж. Сообщается об их двойном российско-немецком гражданстве. По версии прокуратуры ФРГ, оба собирали данные о военных объектах Бундесвера и НАТО, а также готовились провести на них диверсии. В частности, Шпигель пишет об американской базе Графенвер в Восточной Баварии, где украинские военнослужащие проходят обучение на танках Абрамс. По данным BBC, в середине десятых годов Дитер С. также участвовал в конфликте на Донбассе на стороне ЛНР и ДНР. Подтверждения озвученных обвинений не приводятся. О реакции немецкого общества рассказывает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. Пока особых доказательств нету, и только что, ну, то, что там написано, что подтверждено, что это шпидоузидлеры, русские немцы. Есть только подозрения, особых доказательств нету, они сейчас начинают искать. Возможно, были какие-то переписки в телеграмме и так далее, но немцы разделились на две стороны. Те, которые проукраинские, они говорят, вот, они начинают наши базы поджигать, ломать, строить, взрывать, ну и так далее, как обычно. А более вменяемые немцы, которые не верят в то, что пишут, они считают, что это очередной, то есть, информационный повод, очередная отменность к России и так далее. И они, конечно, ждут каких-то реальных доказательств, фактов. То есть это не такая уж «вау-вау» информация, кто может сказать, что вот тут что-то такое сверхъестественное произошло и никак не повлияет на российско-немецкие отношения. Я понимаю, что там МВД Германии, министр юстиции, который сегодня дал комментарий по этому поводу, что нужно пристально присматриваться и так далее. Но это стандартные фразы, стандартные слова, которые, как обычно, они говорят. Как такового волнения реально нет абсолютно. Берлинский телеграф указывает, что обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет. По данным BBC, один из задержанных уже должен был пристать перед судом, но информации о результатах заседания отсутствует. Российского посла в Германии в четверг вызвали в МИД страны. Как пишет Financial Times, Сергей Нечаев назвал обвинения в отношении российских спецслужб абсурдными и смехотворными, и заявил, что ему не предоставили никаких доказательств виновности задержанных или их связей с Москвой. Тем не менее, ранее власти Германии напрямую не обвиняли Россию в подготовке атак на свои военные базы. Можно ли говорить о качественно новом витке конфронтации? Рассуждает немецкий политолог, председатель Евразийского общества Александр Рар. Да, это совершенно новый виток, я бы сказал, общей политической конфронтации и обвинения в адрес России. И, естественно, средства массовой информации сейчас будет нового развития, этот казус развивать, обсуждать и организовать новые медийные удары по России. И такого рода терроризма, как предполагается, вот, хотел совершить этот русский немец, если всего этого уверить, такого в Германии еще не было. Во всяком случае, с времен террористов, вот, с 70-80-х годов, так называемая Красная фракция, которые тогда действительно убивали политиков, и к тех пор такого просто не было. Немцы к этому не привыкли и не понимают, в чем здесь дело. Поэтому сейчас, мне кажется, нужно подождать, пока мы будем иметь более полную картину. Я думал, что где-то это все связано, конечно, с прослушкой немецких офицеров, которые хотели взорвать Крымский мост. Когда Россия обвиняла Германию в государственном терроризме, организацию этого всего, или попыток организации, сейчас, может быть, немецкая сторона хочет вернуть, внять сейчас российское поле и будет писать о том, что Россия чем-то сам хотела заниматься территорией Германии. Глава немецкого МВД назвала произошедшее особенно серьезным случаем предполагаемой шпионской активности России. Министр юстиции страны заявил агентству ДПА о значительном успехе в борьбе с диверсионными и шпионскими сетями. Официальная Москва обвинение со стороны Берлина пока не комментировала. Субтитры создавал DimaTorzok